У меня такое впечатление, что я заново переживаю это, хотя во время войны мне уже было здесь, то есть я уже кое-что понимал, но вот эти события я очень воспринимаю по рассказам мамы, бабушки, так и так далее. Я не буду долго останавливаться на всем этом периоде, скажу только, что мы пытались его уехать. Немец нас нагнал аж под изюмом Харьковской области. Там были те события, которые в истории известны как Харьковская операция. Мама собиралась там устроить, пойти в армию, она обладала там какой-то такой специальности, а я должен был попасть в полк, там еще были дети. Но так и случилось. Тут опять взрывы, опять война, опять ушли наши, пришли немцы, выплопотали, и мы с мамой, с тачкой начали путешествовать до Николаева, это по месту любительства. Значит, ну, конечно, я не могу все это... Я только знаю, что мы в день проходили примерно 25 километров. Когда сильно заболели ноги, мама, значит, шила в деревне, давали нам продукты, и мы приезжали. Но оказывается, самое страшное и самое опасное оказалось дома. Когда мы приехали домой, соседи говорят, кого он держит. Отец еврей. А отец до войны работал начальником отдела в Керевородском московской партии. Кого мы держим? Мать коммунистка. Так вот я сейчас понимаю, как мама, как бабушка воспринимали каждый стук, рюк, который проходил ночью, лай собак и так далее. Это было страшное время. Ну, так судьба распорядилась нами, что мы останемся живы. Спасибо Богу, спасибо событиям. Но эти события для меня это не просто память, это кусочек моей жизни, который я сейчас, чем больше становлюсь старше, тем больше я воспринимаю эту боль, разруху и всего, чего есть. Спасибо.